Здравствуйте! Сегодня 10 августа и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Вчера на азиатской и европейской сессиях пара евро-доллар торговалась в узком ценовом диапазоне. В преддверии заседания Комитета по открытому рынку США, который состоится сегодня, инвесторы предпочитали отсиживаться вне рынка и не открывать долгосрочных позиций. Спрогнозировать, какую стратегию выхода из сложившейся неопределенности выберут на сегодняшнем заседании члены Комитета, не берется никто. Более всего, рынок склоняется к тому, что Федеральный резерв примет решение об очередном количественном ослаблении и начале нового этапа повышения ликвидности банков. Это необходимо, по мнению аналитиков, для увеличения объемов банковского кредитования и стимулирования скатывающейся в рецессию экономики. Американская сессия оживила вялую дневную торговлю. Игроки начали постепенно корректировать пятничный рост единой европейской валюты, возвращая евро к исходным уровням. Сегодня на азиатской сессии был зафиксирован минимум снижения пары евро-доллар на отметке 1.3184. В течение дня предполагаем низкую активность рынка и торговлю в боковом диапазоне 1.3130-1.3215. Основное движение валют состоится после выхода решения Комитета и публикации сопроводительного заявления. Неудачная попытка британской валюты на вчерашних торгах в Азии пробить отметку 1.60 спровоцировала повышение активности продавцов и усиление давления на пару фунт-доллар. Это, в свою очередь, привело к закрытию большей части сделок на покупку пары. Курс ее начал снижаться, достигнув сегодня на азиатской сессии минимум на отметке 1.5827. Надо отметить, что робкие попытки пары восстановиться обнаруживали в течение всего торгового дня устойчивый интерес к продаже. Этому способствовал целый ряд факторов, включающих в себя и негативную статистику из Великобритании, показавшую резкое снижение цен на вторичное жилье, и ожидание итогов заседания Федерального резерва, и запланированный на среду инфляционный отчет Банка Англии. Аналитики уверены, что его выход окажет дополнительное давление на фунт. Сегодня же ожидаем прекращение снижения пары на торгах в Европе и переход к боковой торговле в диапазоне 1.5078-1.5860. В экономической статистике вторника будет опубликовано решение по процентной ставке Банка Японии и протокол кредитно-денежной политики. Изменений здесь не ожидается. Ставка останется на прежнем уровне 0.1%. Великобритания представит данные торгового баланса за июнь месяц. Итоговая сальда в отчете вновь покажет значительное отставание экспорта от импорта. Кроме того, выйдут данные по индексу цен на жилье, а также по ценам на товары, пользующиеся наибольшим спросом у населения. Евросоюз опубликует июньские показатели ведущих европейских экономик. Среди них динамика оптовых и потребительских цен в Германии, а также объем промышленного производства Франции. Резкий спад производительности труда в непроизводственном секторе за второй квартал и, как следствие, повышение себестоимости ожидается в США. В этот же день будут опубликованы решения комитета по открытому рынку США и сопроводительные заявления по основной процентной ставке, которая, по-видимому, будет оставлена на прежнем уровне. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.